Уже порядка двух с половиной лет длится противостояние Брещан с активной жизненной позицией против работы завода аккумуляторных батарей АйПауэр. Именно настойчивость и беспокоенность этих людей послужили тому, что их услышали. Сначала местные органы власти, сегодня президент. Провести городской референдум – такую задачу поставил глава государства. И это первый беспрецедентный случай в истории независимой Беларуси. Быть или не быть заводу – будут решать Брещане. «Разговоры о городском референдуме переходят уже в практическую плоскость. И мы, я имею в виду городская власть, намерены сделать этот процесс максимально открытым, максимально понятным людям. У нас в Республике Беларусь пока еще не было практики проведения местных референдумов. В какой-то мере, я даже считаю, для города Бреста это комплементарным фактором. И здесь важно наработать ту методику, потому что референдум – это форма прямой демократии. И очень важно, чтобы не было профанации самой этой идеи. Поэтому здесь, в зале сегодня, это те люди, которые изъявили желание участвовать в этом, повторюсь, сложном, организационном и рабочем процессе». Референдум – это действительно сложный процесс. Он прописан избирательным кодексом, но в общих чертах. А потому следует прежде всего решать организационные вопросы. В какой форме он должен быть проведен, кто войдет в состав комиссии. И самое главное, как правильно сформулировать вопросы референдума и кто примет в нем участие. На эти вопросы отвечали собравшиеся в зале. Сколько людей, столько и мнений. Сходились в одном. Все люди, которые находятся в непосредственной близости от завода в радиусе 10 километров, должны иметь право высказаться по этому заводу. Что не было так, что там пошел-то, там я сейчас домашнего, который далеко, и я не так близко, которые не находятся в непосредственной зоне влияния, высказались. И мнение людей было разумно. Конкретно люди должны высказаться от Бреста и те площади, которые должны подвергнуться в зоне влияния. То есть, подожди, подожди, в каком радиусе выгнете участие людей в Брестской войне? Я вижу, что люди, которые находятся в зоне влияния 30 километров, в обязательном порядке должны участвовать. Конечно, собравшиеся, а это порядка 150 человек, высказывались четко и по делу, но, опять же, у каждого своя точка зрения. Для многих самое оптимальное – полное закрытие завода «Айпауэр» без обсуждений референдумов. Ведь он не может работать с нарушениями законодательства. А они есть, подтверждено документально. Но коль решили таким образом, народным голосованием решать проблему, значит, следует сделать это максимально открыто. Мы четко и правильно изложили руководству страны о той опасности, которая существует по этому заводу. Но просто так сейчас его закрыть нельзя. Для того, чтобы все было сделано по закону, необходимо провести референдум. От дальнейшей работы жду честности, порядочности от всех, кто будет участвовать в этой референдумной кампании. Хотелось бы сказать, что мы не допустим никакого обмана однозначно. Мы будем делать все в позитивном ключе. Власти города идут на беспрецедентный диалог. Референдум должен пройти с полным соблюдением всех законодательных норм в ближайшие два месяца после президентских выборов. Мы хотим показать реальное отношение Брещан к этой теме. Возможно, если в форме консультативной, дополнить еще несколько каких-то тем, чтобы заодно спросить мнение Брещан о каких-то других вопросах в жизни города. Пусть это уже будет не вопрос референдума, а вопрос опроса жителей города, но это тоже достаточно интересно. Подготовка к референдуму по аккумуляторному заводу начнется в самое ближайшее время. Продолжение следует...